Я музыкальный руководитель в детском саду, в инклюзивном детском саду. Работаю больше 20 лет. Детский сад посещают дети с разными стартовыми возможностями. Дети с детским церебряным подлечом, задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, с различными генетическими синдромами и их обычные сверстники. Я работаю в команде опытных креативных профессионалов. В саду создана благоприятная атмосфера, где все принимают друг другу такими, какие мы есть. Все это обеспечивает эффективность совместного воспитания детей. Трудно переоценить терапевтическое влияние музыки на формирование личности любого ребенка. Музыкальная деятельность, такая как хоровое пение, свободное движение, музыкальные, литнические упражнения, музицирование в оркестре дает огромный ресурс. Способствует быстрой адаптации ребенка к детскому саду, друг к другу. Учит взаимодействовать с детьми с разными возможностями, познавать себя, развиваться гармонично и быть успешным. Занятие музыкой стимулирует речь. Не секрет, что даже если мы активно не вовлечены в музыкальную деятельность, а просто слушаем звуки поющего хора, например, у нас непризвольно колеблются голосовые связки. То есть мы уже отчасти поем. И так бывает в нашем детском саду, что первые слова ребенок как раз начинает пропевать на наших занятиях, что очень ценно, и мы, конечно, этому очень рады. И на занятиях музыкальных ребенок учится слышать и чувствовать себя во время сольного исполнения, других в исполнении по партиям, будь это оркестр, хоровое пение или движение, и чувствовать себя внутри общего исполнения, когда это тутти. Что, конечно, в принципе, уникально, да, такая уникальная технология. В ходе фольклорных игр, танцев, дети учатся различным социальным моделям, учатся дружить и общаться. Мы работаем не только с детьми, но и с семьями, а также обучаем специалистов современной эффективной технологии. Мой опыт был транслирован на Московском международном салоне образования, Всероссийской конференции по освобождению детей с расстройством энергетического спектра и на других мероприятиях. Слушай, я только...